И начнем с переговоров на высшем уровне в Сочи. В резиденции Бочаров-Ручей встретились президенты Беларуси и России, обсудили широкий спектр вопросов. Это и актуальные темы двустороннего сотрудничества, развитие интеграционных объединений, в которых принимают участие Беларусь и Россия, а также международная повестка. Что касается белорусско-российского сотрудничества, то, как отметил Александр Лукашенко, проблемы есть, но они не накапливаются и новых также не появляется. Среди приоритетов во внешней политике повышение авторитета Евразийского экономического союза и его сопряжение с китайским проектом «Один пояс и один путь». Немало барьеров пока остается внутри союзного государства. Административные препоны нередко мешают свободной торговле. При том, что во взаимных поставках сырья, деталей, комплектующих сегодня участвуют около 30 тысяч предприятий. Это миллионы рабочих мест. Двусторонний товарооборот уже второй год показывает значительный рост. В первом полугодии 2018-го страны наторговали на 17,5 миллиардов долларов. Это на 16% больше, чем за тот же период прошлого года. Правда, набирать высоту приходится после значительного падения. Счастье не появляется, как я проанализировал за последнее время. Но, тем не менее, эти проблемы без нас никто не решит. И некоторые проблемы и не наши приходится решать, как у нас часто с вами бывает. Поэтому, действительно, есть о чем поговорить. Я буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений, ну и совместных действий на международной арене. Рад возможности воспользоваться этим и поговорить так совсем с глазу на глаз, что называется, по вопросам, которые относятся к двусторонним. Ну и к нашим проблемам международного характера, имея в виду и объединения, где мы с вами работаем совместно, и международные вопросы более широкого плана. Мы с вами встречаемся регулярно, но, тем не менее, каждая из этих встреч, она имеет значение, очень важна для нас. Я очень рад вас видеть. После переговоров главы государства обменялись подарками. Александр Лукашенко вручил российскому коллеге икону ангела-хранителя. В ответ Владимир Путин преподнес президенту Беларуси картину на ткани, выполненную уральскими мастерами. Сочинский формат переговоров можно назвать классическим, учитывая масштаб сотрудничества, главам двух государств приходится часто встречаться. Только в этом году политики вели уже переговоры в Сочи на саммите ЕАЭС, общались в китайском Циндао на полях Шанхайской организации сотрудничества. Неформальный диалог состоялся в Лужниках во время чемпионата мира по футболу, а в Минске обсуждали развитие союзного государства. Тогда же был назван новый ориентир двустороннего товарооборота – 50 миллиардов долларов. Исторический рекорд в 43 миллиарда долларов по итогам 2012 года пока не побит, но, учитывая набранную после экономического спада динамику роста, до заветной отметки осталось недалеко. Продолжение следует...